Брати и сестры 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 Первое служение, я надеюсь, будет замечательное. Второе и еще третье. И слава Богу за каждого, кто избирает благую часть. Быть воскресением в присутствии Божьем у ног Иисуса Христа. И пусть даже это у экрана телевидения по какой-то причине. Но слава Богу, что воскресный день мы посвящаем Господу. Аминь. Это действительно благая часть. И у нас начался новый месяц, месяц октябрь. И тема месяца октябрь у нас октябрь, месяц веры Божьей. Это не про меня, это про веру, как качество нашего характера, как такую особую такую субстанцию. Но это то, что нас отличает от этого мира. Аминь. Вера Божья. И поэтому мое сегодняшнее слово, оно так и называется. Имейте веру Божью. И мы поговорим о вере. О том, о чем важно нам всегда говорить. И потому что мы верующие все-таки. Так ведь? Мы называемся с вами верующие. И вера это то, что является и даром Святого Духа, и плодом Святого Духа. Вот кто из вас внимательно Библию читает и вообще читает ее, что очень важно. Вы знаете, да, что когда перечисляются дары Духа Святого и когда перечисляются плоды Духа Святого, так вот есть только одно понятие, которое встречается и среди даров, и среди плодов. Это вера. И поэтому это наиважнейшее качество нашего характера, да, то есть как плод Святого Духа и как дар. Это то, чем мы с вами отличаемся от людей этого мира. А вообще, братья и сестры, каждый человек, в каждом человеке, вернее, заложено желание верить. И не просто даже желание, а заложена потребность верить, во что-то верить. И вообще на самом деле в этом мире нет ни одного человека, который бы во что-то не верил. И ты можешь сказать, ну как же так, но есть ведь атеисты, которые не верят вообще ни во что, не верят в существование Бога и вообще вот какие-то у них странные там верования. Но однако они верят в то, что Бога нет. Так ведь? То есть у них есть все равно какие-то убеждения, какая-то вера. И поэтому каждый человек, это говорит лишь о том, да, что вот эта потребность во что-то верить, она заложена в нас самим Господом. Аминь. Поэтому каждый человек во что-то верит. Но что отличает человека этого мира от человека, который ходит в церковь, который является верующим? Что его отличает? Отличает его именно наличие веры какой? Божьей. Аминь. И поэтому местописание, Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. И мы потом немножко об этой истории тоже про горы поговорим дальше. Но вот первая самая фраза, которая в этом стихе говорится, имейте веру Божию. Это значит, что есть еще вера не Божия. Так ведь? Но Господь говорит нам, каждому из вас, имейте веру Божию. И мое слово будет разделено так на некоторые пункты. Ну вот ничего не поделаешь. Люблю я пункты. И первый пункт моей проповеди звучит так. В слово чье поверишь ты. В слово чье поверишь ты. Помните, была такая песня. Мы даже пели ее в церкви. А в слово чье поверишь ты. И дальше там продолжение. Кто помнит? Я верю в слово Иисуса Христа. И такая классная была эта песня. Не знаю, что-то мы ее как-то забыли, давно не пели. Это намек такой для группы прославления. Но вы знаете историю этой песни? Меня вообще потрясает история этой песни. Ее написала женщина, обычная американка, которой был поставлен страшный диагноз, рак. Ей поставили такой диагноз. И вот она шла по ее личному, собственному свидетельству. Она шла из больницы, когда ей был вынесен такой приговор. И она шла и плакала. Она уже представляла свою кончину. Она представляла уже слезы. Ну, в общем, все самое негативное в своей жизни она уже представила в тот момент. И, наверное, это понятно, да, наверное, это объяснимо, когда человеку ставится такой диагноз, мысли, которые его одолевают, они не самые позитивные, не самые приятные. Но она рассказывала, что вот в этот момент, когда она уже прощалась с жизнью, когда прощалась со всеми своими родственниками, вдруг в этот момент она услышала в своем слове вот этот вопрос. В чье слово ты веришь больше? В слово врачей, которые, может быть, на данный момент, говорят действительно очевидные вещи, действительно они говорят правду, да, то, что сейчас происходит в своей жизни. Либо ты веришь в слово, которое говорится со страниц Библии, что Господь пришел в этот мир, отдал своего сына за тебя, за твой грех, за твои болезни и принес своими ранами полное исцеление. И она говорит, и этот вопрос четко зазвучал в ее сердце. В слово чье поверишь ты? В чье слово ты веришь больше? И она говорит, что прямо там, вот где она услышала это слово, посреди улицы она стала кричать, Господь, я верю в Твое слово. Я верю в Твое слово, которое говорит мне совсем не то, что говорят врачи, совсем не то, что говорят мне мои диагнозы, что говорят мне мои глаза. Я верю в слово Иисуса Христа. И вот так родилась эта песня просто из одного большого откровения, из одного большого вопроса. В чье слово ты веришь больше? И поэтому это важный вопрос, который мы с вами должны задавать себе каждый день, наверное. В чье слово я верю сегодня? В чье слово я выбираю верить сегодня? В слово Господа или в слово другой личности, которая точно так же борется за наше внимание и за нашу душу? Аминь. Есть две личности, но пока мы живем на этой земле, ничего мы с этим не поделаем. На этой земле есть две личности, которые борются за сердце и за разум и за душу каждого человека. Это Господь и это дьявол. И это то, что началось в самом начале. В самом начале, когда Господь сотворил небо и землю, когда Господь сотворил человека, вот в тот самый момент дьявол уже начал бороться за души людей. Но давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 главу, 6 стих. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус о себе говорит. И Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Здесь уже говорится о дьяволе. «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вы видите, да, братья и сестры, что дьявол является не просто лжецом, а он написано «отец лжи». Он ее порождает. Вот так же, как Иисус, он порождает истину, которая есть истина, путь истинной жизни, также дьявол есть лжец и отец лжи. И поэтому его природа вообще не меняется вот с тысячелетиями. Идут тысячелетия, природа его не меняется. И каким он был тогда, таким он является и сейчас. Как он тогда хотел совратить с истинного пути людей, точно так же он хочет этого и сейчас. И вот давайте посмотрим в самом начале книга Бытие, вторая глава. Посмотрим, вторая глава, девятый стих. Когда Господь создал Эдемский сад, когда Господь поселил туда человека, мужчину и женщину, сотворил, все творение туда поместил, он дал некие указания человеку. Вот девятый стих. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». И 16-17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ну вот 16-й стих что говорит? Что Господь разрешил человеку есть от всякого дерева в саду. Да, вот давайте запомним этот стих 16-й. «От всякого дерева в саду ты будешь есть». И перелистываем на третью главу. И вот происходят там определенные события, которые мы знаем, да, то есть приходит дьявол в образе змея к Еве. И смотрите, первый стих, что говорит дьявол. «Змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Представляете, уже там вот эта лживая натура дьявольская, она проявила себя во всей красе. То есть только что мы прочитали, что на самом деле сказал Господь человеку, Адаму и Еве, Он сказал, «От всякого дерева в саду что? Вы можете есть». И есть только одно особенное дерево, от которого есть не стоит, нельзя. Это то, что опасно для тебя. И вдруг дьявол приходит и задает, опять же, вопрос Еве. Он говорит, «Подлинно ли сказал Бог?» Во-первых, вот это вот, его натура лживая проявляется в том, что он всегда, всегда и всегда ставит Божье Слово под сомнение. Аминь. Он всегда будет приходить и ставить Божье Слово под сомнение. Он здесь вот в самом начале уже себя проявил. Он говорит, «Подлинно ли сказал Бог? А точно ли вот так вот, как тебя здесь учат в этой церкви? Вот правда ли прям вот ты веришь, что спасение есть на земле, что после смерти там какая-то жизнь тебя ожидает еще более лучшая, чем здесь? Ты точно в этом уверен? Ведь никто оттуда не приходил и не рассказывал, каково там. Дьявол все Божьи установки подвергает сомнению. Когда ты веришь, что Господь благословит тебя, если ты будешь отдавать десятиные пожертвования, опять же дьявол приходит и говорит, «А точно так будет? Ведь когда ты отдаешь, у тебя становится меньше, это же логично». И ты пытаешься там что-то говорить, «Ну вот, Господь сказал, но сомнение уже посеяно, да, сомнение посеяно, точно так же, как здесь». То есть дьявол ставит под сомнение Божье Слово вот этим вопросом, «Подлинно ли сказал Бог?» И смотрите, дальше он вообще извращает Слово Божье. Он не просто поставил под сомнение, ну то есть одно дело он бы поставил, просто сказал, «Ну точно, ты уверен?» И когда ты скажешь, «Да, я уверен», может и вопросов бы не было, но он извратил Божье Слово. «Подлинно ли сказал Бог?» Смотрите, «Не ешьте ни от какого дерева в раю». То есть он даже в этом уже, вот немного, вроде те же самые слова использовал, да, «Дерево в раю, в саду, ешьте, не ешьте», но смысл уже полностью извращен у Божьего Слова. И что даже дальше, когда мы читаем, что Ева, она сама уже заметалась, она говорит, «Да нет, вроде бы, Господь-то не так сказал, Господь вроде бы нам сказал, что можно есть, но дьявол, он гнет как бы свою линию, говорит, «Точно, Ева, ты прям вот уверена, что именно так сказал Господь». То есть эта природа дьявола лживая, она проявляется всегда. Аминь? То есть до сегодняшнего дня ничего не меняется, потому что у него есть одна цель. У него есть одна цель. Когда он знает, что он посеял сомнения в сердце человека, то это значит, что человек уже близок ко греху. Когда человек допустил сомнения в свое сердце и в свой разум. То есть когда у человека смещается фокус, когда у человека смещается как бы взгляд с Бога на какие-то другие моменты. И вот смотрите, и он смог сделать это там, и он до сих пор может это делать, да, он может совращать верующих людей с истинного пути. Это его цель. Но, друзья, я вас не запугиваю, потому что у нас есть Господь. Аминь, он тоже никуда не делся. И вот заметили вы, братья и сестры, что когда дьявол приходит со своим вопросом, подлинно ли сказал Бог, то есть когда он сеет сомнения в твое сердце, то вы заметили, что очень часто поселяется некий страх, да, после этого. И картины дьявольские, почему, ну, картины поражения, картины неудач, они почему-то рисуются намного ярче. Замечали вы в своей жизни? Я вот по своей замечала очень часто. Я думаю, ну, почему так бывает, что ты знаешь Божье Слово, ты знаешь, что Господь говорит в твою жизнь, там обетования разные, но почему дьявольские вещи, они рисуются намного ярче? А картины поражения, картины страха, картины смерти, они прям яркими красками разрисовываются. И сколько приходится прилагать усилий, чтобы представить картины благословения, да, чтобы представить, что все будет хорошо, что исцеление придет, что там благословения во всех сферах придут, намного труднее представлять почему-то именно Божьи картины. Вы знаете почему? Потому что они сверхъестественные. А вот все, что предлагает дьявол, оно вообще естественное, да. То есть вот поставили той женщине диагноз, рак, все, онкология. Ну, это же нормально, да, это же мы много раз в жизни видели, что человек заболел раком, потом умер. Ну, все естественное течение жизни. А вот представить, что от страшной болезни ты исцелишься, вот это уже из области сверхъестественного. И вот именно поэтому представлять картины страха рисуются намного ярче. Вот, и поэтому, опять же, поэтому картины благословения, когда ты рисуешь, намного больше усилий тебе приходится в этом прилагать. В этом приходится прилагать еще и свою веру, провозглашение, да, то есть то, что было абсолютно неестественным для тебя, пока ты жил в этом мире. И вот смотрите, дальше в третьей главе мы знаем, чем там закончилась эта история или началась другая совсем история, да. А Ева съела этот запретный плод, она съела с этого дерева, еще и мужа своего угостила этим плодом. И, то есть, у дьявола получилось совратить человека. И я вот думаю, если у дьявола получилось совратить Еву с Адамом, то есть людей, которые ходили в этом Эдемском саду, написано, что они в славе Божьей находились уже там, они с Богом лицом к лицу разговаривали, они видели его, каждый день написано, он разговаривал с ними. И если уже их удалось совратить дьяволу, то я говорю, насколько уж мы с вами можем быть обмануты дьяволом, потому что мы с вами Бога не видели своими глазами, да. Мы все это принимаем на веру. Но, опять же, я говорю, я не пугаю вас, Бог не изменяется. И вот, когда у дьявола получилось обмануть первых людей, Господь пришел по обыкновению поговорить с ними, на разговор с ними, и написано, что Он не нашел их, потому что люди спрятались, люди испугались, то есть люди поняли, что они согрешили, люди поняли, что они поступили не по Божьему слову, и они спрятались. Но 3 глава 11 стих, давайте прочитаем. «И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» То есть, когда он стал искать людей, стал взывать к Адаму, Адам сказал, что вот я спрятался, испугался, потому что я наг, и Господь задает ему такой вопрос, кто сказал тебе, что ты наг? И вот этот вопрос очень важный, братья и сестры, которые мы с вами должны задавать себе каждый день нашей жизни. Кто сказал мне? То есть, кто говорит в мою жизнь? Кого я слушаю сегодня? Дьявола, который приходит только с одной целью – украсть, убить и погубить, да? То есть, который задает мне этот вопрос, подлинно ли сказал Бог, ставит под сомнение мою веру, ставит под сомнение мои убеждения, ставит под сомнение вообще Божье слово, или в мою жизнь говорит Бог? То есть, вот как в этих словах, словах этой песни, да? В слово чье поверишь ты? То есть, в чье слово ты сегодня выбираешь верить? В слово дьявола, у которого цель не изменилась, и который хочет как можно больше людей совратить и увести от Бога? Либо в слово Божие, которое говорит благословение, которое говорит нам, вселяет в нас веру, и которое дает обетование. Это вопрос, который мы каждый должны сами себе задавать каждый день. Аминь. В чье слово я верю? Вот как Бог задал этот вопрос Еве и Адаму, кто сказал тебе, он говорит, ну кто тебе сказал? Ты ж со мной общался до этого времени, почему ты начал слушать какую-то подозрительную личность, непонятную? Поэтому кто сказал тебе, кто говорит в твою жизнь, кто, чье слово является авторитетом в твоей жизни? Аминь. Аминь. Второй пункт я назвала так. Вера двигает горы. И вот мы прочитали этот самый первый стих, с которого мы начали, да? Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Давайте его еще разочек прочитаем. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». И я помню, когда-то в начале своего христианского пути для меня эта история была такая немножко смешная. Думаешь, ну, горы, ну, стоят они и стоят, чего их двигать туда-сюда, ради чего их двигать, да? Потренировать свою веру или что? Думаешь, да ладно, пусть стоят. И потом уже, когда ты растешь во Христе, да, понимаешь, что это духовные вещи, что, ну, не имел, наверное, апостол Марк, вот это в буквальном смысле, да, что нам вот надо выйти сейчас и горы тут переставлять. Ну, у нас тут их и нет вообще, да, в нашей местности. Ну, вообще, зачем их переставлять? Ну, ты понимаешь, что здесь имеет смысл, что это духовный смысл вкладывается в этот стих, да, что гора – это прообраз каких-то трудностей, каких-то испытаний, которые ты проходишь в своей жизни. И это то, что просто закрывает тебе путь, по которому ты идешь, это гора. И что мы по своей вере можем просто переставлять горы наших трудностей и проблем просто по вере. Аминь. И, естественно, мы прочитаем евреям 11 главу 6 стих, потому что каждый проповедник, который говорит о вере, ну, просто считает своим долгом это местописание прочитать. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аллилуйя! Слава Богу! Но Бог говорит, да, в этом месте Писания, что мы не можем угодить Богу без наличия веры. Вот, наверное, без всего другого можем, а вот без веры угодить невозможно. И потому что Богу нравится, когда мы верим, когда мы принимаем Его Слово, как просто вот непререкаемый авторитет в своей жизни. Аминь. Потому что Библия говорит, что Бог ревнитель, и что своей славы Он никому не отдает, да, и поэтому Он верит, хочет, вернее, чтобы все верующие действительно были верующими и уповали только на Его Слово. Аминь. И иногда это трудно, конечно, дается верить, уповать, особенно когда горы слишком высокие, да, когда их уже никак вот не обойти ни с какой стороны. Это действительно дается трудно, потому что мы и выросли-то по, ну, наверное, большинство из нас все-таки в такой атеистической обстановке, когда не принято было верить в эти вещи. Но все-таки вера – это наш вызов. Аминь. Вера – это наш выбор. Когда приходят трудности, когда приходят какие-то испытания, всегда встает вот этот вот вызов – верить или не верить. В чье слово верить сегодня? В Слово Божие или в Слово, которое говорит нам другая личность? То есть мы всегда встаем перед выбором. Аминь. Перед выбором – верить или не верить. И вот еще прочитаем одну историю удивительную. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 27 по 29 стих. Евангелие от Матфея, 9 глава. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». Удивительная история. Давайте вот на ней немножко остановимся. Ну, вроде бы она такая обычная, да, то есть много таких историй, когда Иисус ходил по городам, селениям, исцелял, воскрешал, освобождал, то есть творил чудеса, и вроде бы эта история как бы одна из множества. Но здесь есть один нюанс, который мне настолько сильно нравится. Вот смотрите, двое слепых идут за Иисусом, кричат ему, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И он оборачивается и задает им вопрос, как раз который касается веры. Он говорит, «Веруете вообще? Верите вы в то, что я могу это сделать?» И они говорят ему странное слово, «Ей, Господи!» И слово «Ей» – это старое слово. И если посмотреть в словарь, то оно обозначает просто, ну, истинно, точно. И они кричали, «Ей, Господи!» То есть, «Да, Господь, верим мы Тебе, верим в Твое слово!» Они согласились, да? И я думаю, насколько вот просто сказать, что ты веришь? Так ведь? Ну, ничего не составляет никакого труда, Когда тебя спрашивают, ты веришь вот в это? И ты говоришь, «Да, верю!» И то, что произошло дальше, оно как раз и показывает наличие, истинная ли была у них вера, либо ее не было, да? Он говорит, «Ну тогда, по вере вашей да будет вам!» То есть, намного логичнее вообще в этой истории было бы, Если бы Иисус сказал, «Окей, раз вы верите, все, я вас исцеляю!» Но Он отдал исцеление как бы на их ответственность. То есть, Он-то имел в виду, что исцеление уже есть. Он силен действительно исцелить, сделать любое чудо в их жизни. Но Он спросил, «Вы верите?» Они сказали, «Да, мы верим». Он говорит, «Ну тогда, по вашей вере будет вам». А я вот подумала, а вдруг бы ничего не произошло в этот момент? То есть, сказать-то, понимаете мою мысль, да, что сказать очень легко. То есть, мы знаем даже, как давать такие правильные ответы, которые от нас ожидают услышать. Но то, что должно произойти за этим, да, за твоими словами, вот это вот уже ответственность-то наша на самом деле, да? То есть, Иисус говорит, «Ты веришь? Я-то могу это сделать, но ты веришь». И Он сказал, «По вере вашей да будет нам». И я думаю, вот было бы интересно, да, если бы ничего в тот момент не произошло. Но они исцелились. Они действительно смогли сдвинуть свою гору с места. И поэтому вот эта история вошла в Евангелие, и она на самом деле такая классная. То есть, Иисус говорит, «Тебе воздастся по твоей вере». И всегда, когда приходит какое-то испытание, когда приходит какая-то трудность в твою жизнь, Иисус всегда задает нам этот вопрос. «Ты веришь вообще, что я могу это сделать? Ты веришь?» И может быть, конечно, не всегда вот так быстро приходят ответы, Как вот у этих двух слепых, которых Господь исцелил сразу. Может быть, проходит время, да, иногда исцеление мы не сразу получаем, Благословение тоже не всегда сразу получаем. Но все-таки вот тут вот я прям верю, что это наступает уже наша ответственность. То есть, если ты утвердительно ответил Богу на этот вопрос, который говорит, «Веришь вообще, что я могу это сделать?» И ты говоришь, «Да, верю», вот тут уже часть нашей ответственности есть. Да, может быть, и все сто процентов ответственности. Поэтому, как я уже говорила, наша вера – это наш вызов. Аминь. И это наш выбор. Но Библия говорит, опять же, вот самый первый стих, который мы прочитали, уже не будем еще раз читать, Марка 11 главу. «Если говоришь горе и не сомневаешься, написано в Библии, то будет ему, что не скажет». Аминь. Ну, классное же обетование, да? Непростое обетование, не всегда просто. Вера, наоборот, наверное, вера – это трудно, особенно, когда действительно большие горы стоят на пути. Но все-таки Библия говорит, без веры угодить Богу невозможно. И представьте, насколько Бог радуется, когда, проходя какие-то испытания, когда, побеждая в этих испытаниях, насколько Бог радуется, что мы можем Ему угодить этим. Представьте, как классно, да? Вот. И третий пункт моего слова звучит так. Как распознать голос Бога? Потому что даже уж Ева спутала голос, да, послушала этот непонятный какой-то чуждый голос. И мы, которые не слышали его вот так вот своими ушами, да, мы не знаем, как он звучит, мы слышим сердцем иногда, но вот так вот физически мы этот голос не слышали. Как же мы его можем распознать? То есть, как не перепутать со своими мыслями? Или еще хуже того, с дьявольскими мыслями, которые он пытается нам навязать. И есть тут тоже у меня несколько таких моментов. Первое – это познавать Божью волю. Аминь. Познавать Божью волю, которую он изложил четко на страницах Библии. Аминь. Это значит, что читать слово, что это, как Библия говорит, хлеб твой. Для твоего духовного человека это просто пища необходимая. И если ты не будешь познавать Божье слово, если ты не будешь знать вообще, что говорит Библия, то есть не знать Божьих обетований, то ты легко попадешься на дьявольскую ловушку. Так ведь? Но если ты точно знаешь, что говорит Божье слово, если ты точно знаешь обетование, если ты точно знаешь Божью волю, которая, что Библия говорит, благая, угодная и совершенная, ты никогда не перепутаешь. И вот на тот вопрос, подлинно ли сказал Бог, который дьявол тебе задаст однажды, ты точно сможешь сказать, что я знаю, что сказал Бог. Я точно знаю, что сказал Бог. Аминь. И я помню, однажды подошла ко мне женщина, молодая сестра в церкви, и говорит, пастор, ты знаешь, я развожусь со своим мужем. Я говорю, интересно, почему? Она говорит, а мне Господь так сказал. Я говорю, что вот прям вот так и сказал? Да. Он мне сказал, дорогая дочь, я не создал тебя для страданий, а ты страдаешь в своем браке, поэтому разводи со своим мужем. И я говорю, знаешь, дорогая сестра, хочу тебя разочаровать. Это не Бог тебе сказал, потому что Господь никогда не будет противоречить своему слову. Аминь. И Господь никогда не скажет, окей, извиняюсь, все, что я сказал вчера, это неправильно, а вот сегодня вот я думаю вот так, сегодня у меня вот такое настроение. Вчера я запретил разводиться, а сегодня разрешил. Такого не бывает у Господа. Аминь. То есть то, что он сказал в своем слове, оно никогда не изменяется. И поэтому я ей говорю, ну не мог тебе Господь такого сказать. Она говорит, ты что, пастор, у меня целая тетрадка дома есть откровений, которые Господь мне дает. Я каждый день туда что-то записываю. Я думаю, надо же, как интересно. Господь вот с некоторыми прям с избранными общается каждый день. И я говорю, ну это сказал точно не Господь. Поэтому помолись еще, попроси правильного Бога сказать свое слово, но это точно тебе сказал не Господь. Но почему-то она мне не поверила и сделала по слову, которую ей сказали. Вот. Но о чем я говорю? Что Бог никогда не будет противоречить своему слову. Аминь. Бог никогда не будет противоречить. И мы должны читать слово Божие, потому что это действительно как инструкция для нашей жизни. Мы вот русские люди, мы не особо любим инструкции читать. Так ведь? И если мы покупаем какой-то агрегат домой, аппарат, холодильник там или еще что-нибудь, кофеварку, то что мы начинаем делать? Ну кнопки потыкаем, там колесики покрутим. Может быть авось заработает. И иногда инструкцию, которую русскому человеку надо начинать со слов, что уже сломали. Вот. Поэтому, друзья, так вот, чтобы не было такого, да, чтобы инструкция твоя не начиналась с этих слов, что уже накосячил, а познавайте слово Божие. Аминь. Оно есть истина. Оно есть свет. Это то, что просто защитит тебя вот от этого лукавого вопроса. Подлинно ли сказал Бог? То есть ты точно будешь знать, что это не Бог сказал. Что вот то, что мне предлагается, это какой-то странный голос, но это точно не Божий голос, потому что Бог не противоречит своему слову. Дальше, как мы можем, Божье слово, как слышать голос, это смирение. Это смирение, потому что в этот момент ты ориентируешься не на свои эмоции, ты ориентируешься не на свои какие-то переживания, а ты ориентируешься на Слово Божье. Иногда, как мы уже сегодня говорили, да, вера, это сложно, это не всегда просто. И иногда первое, что тебе приходит в голову, все бросить вообще, ничего не работает, но вот когда ты смиряешься, когда ты читаешь Библию, познаешь Слово, преклоняешь ухо твое к мудрости, которая исходит со страниц Библии, вот тогда приходит благословение. Аминь. И еще то, что нам нужно для того, чтобы познавать голый, не перепутать голос Божий, да, познавать его, слушать его, это покой и тишина, то есть Божий мир, который написан превыше всякого ума. И Псалом 61, второй стих, последнее местописание на сегодня. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Представьте еще Давид в те времена, но уже сказал, «Только в Боге успокаивается душа моя». Это значит, что ты... Первое, что мы испытываем, да, когда приходят трудности, когда приходят испытания, это, естественно, какая-то истерика, эмоции, непонимания вообще, но Библия говорит, «Только в Боге успокаивается душа моя». Поэтому так важно успокоиться, послушать голос Божий, познавать еще глубже Его Слово, которое Он говорит. И тогда, как Библия говорит, наши горы, которые встают на пути у нас, сдвинутся, ввергнутся в море во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому давайте мы встанем, будем молиться об этом, чтобы иметь действительно Божью веру, иметь веру Божью, не какую-то другую веру, а именно Божью, которая исходит со страниц Библии, чтобы всегда уметь слышать голос Божий, чтобы всегда уметь различать Его волю и свои мысли. Аллилуйя, Господь мой! Мы благодарим Тебя и славим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты учишь нас своим истинам, и за то, что мы можем всегда познавать Твою волю. Мы знаем, Господь, что Твоя воля святая, благая, угодная, совершенная. Мы славим Тебя, Господь, и мы, конечно же, хотим жить всегда по Твоей воле, чтобы на вопрос, кто сказал Тебе, мы всегда могли ответить, что Твое Слово является авторитетом нашей жизни. Только Ты, Господь, который может говорить нашу жизнь истину. Аллилуйя, слава Тебе и хвала! Мы благодарим Тебя и славим Тебя. Славим Тебя, Господь! И дай нам научиться распознавать действительно Твой голос и не путать его с голосом дьявола или со своими мыслями, со своими эмоциями, Господь. Во имя Иисуса, Господь! Учи нас, веди нас, Господь, своими путями. Аллилуйя, спасибо Тебе, драгоценный Господь! Аллилуйя, папочка, слава Тебе! Слава и хвала! Во имя Иисуса мы воздаем Господу всю славу и честь. Давайте аплодисменты Господу! Иисус!